доброе утро друзья сегодня у нас кто очень долго спал почти до 10 и вот такой вот папа здесь сидит да обычно папа тут сел да да он сюда что на скамейку сел папа сел на скамейку правильно короче говоря очень долго она спала а я проснулась 8 15 поэтому я уже успела запустить стирку сейчас ее надо пойти разгрузить смонтировать влог поставить его на загрузку оформить ну короче сейчас до загрузится и сразу автоматом опубликуется позавтракать и еще я сидела целый час разбиралась компьютером у меня там все ну короче забита память я еще гуглила как его можно проапгрейдить потому что я боюсь что сейчас покупкой новой камеры этот ноутбук перестанет хорошо работать и будет не дотягивать по мощности вот а новый я покупать не хочу потому что новый ноутбук для монтажа стоит каких-то нереальных прямо-таки сотен тысяч поэтому мне кажется проще будет проапгрейдить старый потому что он почти тянет я апгрейду он подчиняется а это кстати одежда которую я вчера нашла на чердаке вот как и говорила хочу это перестирать все и благотворительный фон 90 процентов отдать просто не хочу стирать в городе у меня тут есть свободное время пускай она тут устирается сразу привезу чистенькая в город перевожу пакеты и сразу отнесу сейчас запущу следующую стирку уже так мы пошли выгуливать рексу и мне пришло уведомление что приехала моя карта памяти которая заказала для новой камеры она по идее вчера приехала не просто поставки не разобрали у них пункт выдачи летом неплохо справляется с объемом потому что реально очень много мне цветочек подарили она у меня вода-то брала дай мне ты хочешь нести мои шветочки ну хорошо ты неси вот и короче надо будет за ней съездить на хочу спортсмен сначала позаниматься и потом уже загоняем на карты памяти буду дальше разбираться с камерой сегодня наверное поэкспериментируйте смотрющий компьютер потянет вот так что ты камер каком качестве снимать чтобы потянул то что можно поменьше выставить дальше мы не пойдем артемий пройди мимо это что поснимаю сегодня еще точно на телефон мама с артемием ушли купаться на речку поэтому они хотели собирать зверобой я в это время уложим орешку сейчас пойду котлеты делать на обед сегодня у нас сбился весь режим все сдвинулась из-за того что арена долго спала точно на это время уже встает а сейчас она пока не по графику все зато плавно и не спешим я уже вторую стирку развесила сейчас должна была мама запустить сиралку но похоже запустят ее а нет уже запустила да вот это прям чудесно посмотреть сколько градусов и ближайшие дни все теплые обещают меня это очень радует 21 супер вообще просто чудесно очень приятная погодка хорошо что у меня есть дача не надо сидеть такую погоду в городе можно целый день быть на свежем воздухе мы идем на озон за карты памяти ну еще там померче заказала тоже не убегает меня пожалуйста и я хотела запустить стиралку а у нас там дырка внизу в этой резинке я не знаю можно стирать нельзя стирать там был саморез лежал внизу резинки из маминого кармана у моей мамы всегда чуть в карманах такой вот теперь перерываю интернет в поисках решение этой проблемы ну там да написано переверните резинку ну как ее отодрать это такая же такой процесс это мастера наверное вызывает короче надо почитать озадачилась машинкой это приключения все время все настраиваем чего не я не буду отпускать тело носит нас вниз все забрали сезона нам думать шла кучу всего арина давай аккуратно твоя руку руку давай тут давай аккуратно давай аккуратно да в коляску он положил все сейчас пойдем обратно чапок и деревьям и давай vibrations давай колясу миг красиво Ừ ciento б ты скажи пожалуйста она тебя больше пожалуйста ешь lên пусть ехали что вы видите вот те сухари что ль да все я разобралась со стиралкой короче там выплотнительной резинки это технические дырочки которые сделаны дренажные я перелопатила весь интернет так что все в порядке шуруп ничего не повредил саморез и я запустила стирку заново детишки играют они это смотрели мультики потом играли я в это время работала и потом гуглила про стиральную машину ты бы машины большие вынул оттуда и было бы место играть и тоже можешь разуться и залезть босиком в песочницу вынимай артеж пир эти машины а то вы не помещаетесь так у нас конечно тут участок преобразился я вот знаете подумала когда мы сделаем новую кухню надо будет снять рум-тур со сравнением как изменился участок это кто это бежит такой какой-то такой как изменился участок коза время но вот с к вида где-то с какого-то девятнадцатого года что-то потому что мы начали сюда регулярно ездить к виду времен и очень сильно тут все проапгрейдили стало намного уютнее у нас еще в планах есть вот эти растения пересадить дальше спасибо кто написал то что пионы по осени только пересаживают ведь маме передала будем их осенью будем мы мама пересадит осенью я тут такой мы мы сможем финансируем тут все эти модернизации поэтому я позволяю теперь немножко расслабиться вот мама наоборот ей интересно ну она тут любит скажу на косилке походить и всякое разное поделать ей в радость я вот ее попросила завтра она мне поможет там надо кое-что в доме там знаете прикрутить подбить починить вот это все по ее части игру мама мне нужны твои золотые руки там то отвалилось все отвалилось гвоздь бить надо сделай мне вот она завтра обещала не сейчас потому что машины нету мама опять уехала к стоматологу где делают новую улыбку и там бесконечные примерки идут потому что уже шлифуют и хотят поскорее это все закончить поэтому она туда-сюда ездит мне еще в четверг ты знаешь артемий сейчас одновременно работают посудомойка и стиральная машина и стиральная машина сейчас набирает воду на стирку поэтому он так и гудит там просто очень много забирает я кстати заглядывала в колодец на днях и там но у нас пять колец типа четыре с половиной и короче говоря у нас три полных кольца сейчас хотя мы очень активно используем воду ну то есть у нас стиралка практически каждый день работает и когда больше когда меньше но в среднем там раз в день мы запускаем но сегодня вот например раз в три четвертый раз уже запускаем потому что вещи наверху разобрала ей перестирываю и мама еще стирала арина кидаться нельзя вот и получается вода нормально поступает потому что и после мойка ну хотя бы один раз день работы чаще 2 но вода все равно нам какая-то пленка на воде я не знаю может ее надо как-то вычерпать с поверхности и тогда вода будет еще чище как-то как-то непонятно и фильтр у нас есть его уже надо менять покажу ну конечно загрязнился но это как бы с первых разов понятно что вода еще не идеальная вот смотрите этот фильтр был белоснежный он стал вот такой вот но очень много воды прокачивает стиралка мне кажется тут объем уже целого колодца она прокачала потому что когда мы ее только запустили мы немножко ее неправильно установили там шланг был слишком высоко и она взяла и высосала целое кольцо колодца просто за 1 цикла стирки потом мы ее уже настроили соответственно воды тут очень много прошло через это а ну и через этот фильтр тоже вода в пасномойку но там еще есть один вот вот это вот тоже какой-то уголковый фильтр алишер сказал и он его прочищал когда тут чинил систему вот и сказал что там было мало грязи так что так относительно чисто но посмотрим если она по качеству будет хорошая вот реально потом купим еще какой-нибудь фильтр например обратного осмоса и через него будем прогонять ну и кипятить все равно воду если в городе я не боюсь пить не кипяченую воду то здесь конечно я бы не стал рисковать так потому что это все-таки колодец это поверхностные воды а тут как бы у всех погребные ямы вокруг и прочее то есть не знаю что там поможет попасть в этот колодец кипятить все-таки стоит но блин как как классно цивилизация господи я не стираю ручками я не мою посуду кайф и детишкам кайф они тут так напитываются солнышком и свежим воздухом почему от их перемешать я вот эта маленькая была у меня песочница была здесь но кто помнит кто давно смотрит влоги тот по моему застал еще этот период остатки песочница может и нет изначально у меня была вот здесь песочница собственно поэтому у нас здесь стена дома испортилась и мы заменяли видите про прогнившие чуть-чуть осталось мы тут меняли частины потому что я вечно песок к стене дома вот так вот делала мне такой дом получался холм вот потом вот здесь была песочница у артемия мы сколотили из каких-то досок ему он тут играл вот но мы решили отсюда перенести потому что мне здесь очень неудобно тут вообще все надо облагораживать неудобно что мне ребенка не видно и мне не нравится то что ребенок играет недалеко от ворот то есть если я на кухне что-то готовлю я не могу услышать чисто теоретически как кто-то зашел и забрал детей вот поэтому я когда мы новую песочницу покупали крестинку я говорю давайте поставим куда-нибудь но подальше от входа чтобы не было поспокойнее вот и поэтому мы перенесли сюда и тут реально очень классно у нас такой уголок хороший еще в следующем году расширим эту полянку очень классно будет и хотим еще малины купить у нас очень мало малины осталось и предыдущие годы было больше у нас вон раз-два вот там вот эта малина которую мама сажала новая вот это прошлом году покупала вот и вот здесь вот но это сами кусты росли но померзла очень много модельный хочется купить еще потому что как-то совсем мало и посадить здесь по краю тут у нас крыжовник который чем-то заболел кстати кто знает напишите чего почему хотя тут можно конечно не знаю определить или нет тут у нас видите часть крыжовника в полном порядке часть куста а часть выглядит вот так вот внезапно просто ну сухое все надо обрезать из в начале было нормально весной все выглядело хорошо я не знаю почему так вот это облепиха который если честно хотелось бы избавиться но мы пока еще не решились на эту нас эти облепихи так вот гора короче потихонечку потихонечку мы так все переделываем классно очень получается гору вы делаете хорошо и вот кстати положили коврики чтобы не протирался газон и вот посеяли и видите уже взошла трава и очень классно его кстати издалека вообще практически не видно он сливается по цвету и хорошо потому что дети тут ногами шаркают и мы тоже сидим и так у нас траву мы сберегли а вот здесь вот кстати где слит от бассейна остался в прошлом с прошлого года позапрошлого с прошлого не помню с прошлого наверно вот видно вот знаете что тут не выросла тут как бы стоял бассейн и выжгла когда плохая погода они вообще супер низко летят я думаю она просто просится на горшок арина иди на горшок бегом сейчас проверим короче тут клевер не вырос смотрите вот трава выросла вот видите трава есть клевер вот у нас вся весь газон в клевере а клевер не вырос и заметно разница я даже не знаю интересно продается клевер чтобы подсадить потому что классно выглядит а здесь не хочет у нас здесь слишком много мы там ходим и потаптывая короче газон у нас такой не очень с проплешины маруси не хочет что что бежит она убежала до на лесенку ну да тебе туда нельзя ну и ладно залезай ко мне садись садись будем вместе на письма отвечать будем сидеть тут и отвечай ты расскажешь как у тебя дела расскажи туда как у тебя дела как они хорошо у тебя а что ты делаешь сегодня кушайла а что ты кушала какое варенье ты не ела варенье я вижу по твоей футболке что ты ела черешню да смотри какая ты грязь черешни ела да а косточки выплевывала ты косточки от черешни выплевывала или кушалку ну нет в основном же ты выплевывала да а что еще это делать арбуз ела да было дело так а ты куда-нибудь ходила сегодня что дата нет ты была сегодня где-то куда мы ходили по лесенке правильно а что мы там сделали а чего 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 что домик да а там не поняла что мы делали один домик да а кого ты видела сегодня марусю а еще кого кого ты видела бабушку бабушку а что бабушка делала дала печенье оно вкусное было понравилось ты любишь печенье бабушка тебе галеты давала галеты да а сухари давала артемий давал сухари артемий хороший братик куда-то послушал куда ты куда на кухню пошла гаиде заговорили тебя не получается там понятно куда пошли зачем пошли давай через полчасика хотя бы куда пошли что-то ногами на меня топаешь я тут залипаю в телефоне арина рядом смотрите чуть она катю покормила вон стоит рядом горит мне кукла рядом сижу и не вижу ничего молодец что что я могу сказать да потом ее умыть надо будет нету это такие кукла бывает знаешь который из бутылочек можно кормить они потом еще писают нужно быть потом когда-то постарше и такую купить на следующий день рождения вы сказать и кушаете творожок то который через месяц или на нет на 3 годика сейчас я рано такую она не поймет особо сейчас и так у нас список большой что я это подарить она просит пистолетик второй пистолетик у нее уже есть она почему-то его против она знает что такой пистолетик поставь коляску да не трогай чужой транспорт уложила я детей чем занимаюсь ребята я держу шланг знаете почему потому что у стиралки упал шланг видимо из-за того что мы тут на днях двигали а сливной шланг должен быть на высоте 65 сантиметров хотя бы от 65 до метра это зараза стирала 4 часа бесконечно набирая и сливая воду из-за того что шланг упал я детей пошла укладывать и думаю как раз начисто стирает но я их долго укладывал часа полтора точно ну пока мы там в карты поиграли пока угомонились даже на 2 часа я прихожу на все еще стирает и смотрю на время понимаешь на стирает уже четыре часа она наверное опять выкачала полка вот мы с мамой отключили сейчас мы пришли шпандорим этот шланг я запущу отжим и слив блин не комары жирают что вы слишком короткие что-то это короче арина очень долго укладывала сегодня из-за того что она видимо поздно встала то что сегодня вряд ли я буду смотреть вы сериальчик плюс еще я хочу разобраться с камерой не зарядила сейчас поем и пойду но развешу маруси за тобой бежит деловая такая я могу вот так встать и держать как ты скажешь сейчас мы должны подцепить его вот так вот ну вовремя но держаться она держится зарядить и докрутить с этим сливом кто это придумал вообще есть куску это улёт посмотрим сколько она сливает колодца короче стиралка скачала целое целое кольцо из колодца за эти четыре часа и электричество там наверно нагорела много потому что она всю эту воду грел до 40 градусов она ледяная короче сюда мы как-то проще и со стиралкой мы тут все развлекаемся какие-то нюансы все время выползает ладно но белье все-таки добылась стране машины шланг мы тут закрепили теперь хочу перекусить уже пойду в кровать потому что времени 11 часов еще умыться надо зуб почистить альшера позвонить короче я половине 12 живой пока его всегда спать хочу поэтому буду с вами прощаться и увидимся завтра всем пока